Продолжение студенческих строительных отрядов в этом году исполняется 65 лет. Сегодня в Политехническом университете по этому поводу пройдет юбилейная конференция. Место для ее проведения выбрано не случайно. Самый первый вузовский строительный отряд был сформирован как раз в Политехе в июле 48-го года. О конференции и нынешней жизни студотрядов расскажет Сергей Зверев, работник штаба студенческих отрядов СПБ ГПУ. С ним уже готова побеседовать наш корреспондент Мария Новикова-Хонская. Мария, доброе утро, вам слово. Доброе утро, Татьяна. Вы абсолютно правы. Первый студенческий отряд в 1948 году выехал на строительство Алакусской ГЭС. Так началась славная история студенческих строительных отрядов. Доброе утро, Сергей. Чем сейчас занимаются студенты в отрядах? Студенческие отряды развиваются по основным направлениям, таким как студенческие строительные отряды, студенты, которые выезжают на крупные студенческие молодежные стройки по всей России. Студенческие педагогические отряды, бойцы которых выезжают работать в Ленинградскую область и на побережье Черного моря, работают в детских оздоровительных лагерях. Возрождается такое движение, как студенческие отряды проводников, создаются новые специализированные сервисные отряды. В Политехническом университете создан первый в Санкт-Петербурге студенческий археологический отряд, работавший в Абхазии на раскопках древней византийской крепости V века. Какие традиции поддерживаете и какие новые прибиваете? Студенческие отряды очень консервативны, поэтому очень с большим трепетом относятся к своим традициям. Основной традицией, как вы видите на мне, это зеленая куртка фирменная бойца, это строевка со всеми нашивками и регалиями, по которой, как по открытой книге, можно прочитать любого бойца, где, когда, с кем и с каким отрядом он выезжал в различные годы. Какая мотивация у ребят вступать в отряды? Основной мотивацией в данный момент является жажда новых ощущений, нового жизненного опыта, поиск новых друзей, заработок. Все это решают студенческие отряды сразу. Помогает ли карьерной лестнице участие в студенческих отрядах? Ну, если посмотреть на тех людей, которые занимают руководящие должности в Санкт-Петербурге по всей России, то в основном это бойцы студенческих отрядов 70-х, 80-х годов. Даже далеко не ходить. Ректор Политехнического университета Андрей Иванович Руцкой, бывший боец студенческих отрядов конца 70-х. Президент Юрий Сергеевич Васильев – это участник первого студенческого строительного отряда, выехавшего в 1948 году на строительство Алакусской ГЭС. Не во всех пока вузах развита система студенческих отрядов. Что делать с ребятом? Приходить в Политех мы всех ждем. У нас 14 студенческих отрядов, 9 строительных, 4 педагогических отряда, 1 отряд археологический. Я думаю, мы для каждого подберем свой, и он найдет себе и новых друзей, и новые. Последний вопрос. Основная деятельность отрядов, она все-таки, наверное, летом, в период каникул. Что в течение года происходит в жизни отрядов? Вы не правы. Основная деятельность как раз-таки ведется во время, в несезонное время. Это осень, зима, весна. Проводится множество различных мероприятий. Ведется подготовка к сезону. Ну и финалом становится сам сезон. То есть он не является основной доминантой. Спасибо большое, Сергей. Удачного вам года и отличного будущего сезона всем бойцам студенческих отрядов Петербурга. Татьяна, передаю слово вам. Спасибо, Мария. Оставайтесь на связи. Новые гости в новых прямых включениях примерно через полчаса.